Дагестан Экстрим без ЧП в высокогорном Куруша открыли новую пожарно-спасательную часть Его сравнивают с подземелями из Властелина колец Салтинское ущелье вошло в топ-10 живописных водопадов России По делу о взятке задержан замначальника полиции порта Махачкалы Казбек Мурзаев подозревается в незаконном получении 13 миллионов рублей, передает РИА Новости По версии следствия, чиновник за определенное вознаграждение игнорировал постоянные перегрузы судов в последние два года Отмечается, что в сговор Мурзаев вступил с Махачкалинским морским торговым портом из компании Порт Петровск 12 дагестанцев пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке гидроэлектростанции в Чечне Раненых перевезли в стационары нашей республики, в том числе и в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского Там в настоящее время находится двое пациентов, которые получили травмы на стройплощадке Это мужчины 54 и 33 лет Серьезных повреждений у них нет Врачи оказывают им медицинскую помощь и провели необходимые обследования Выполнено и МСКТ, и УЗИ, и кардиограмма, и анализы Состояние пациентов не вызывает опасения Назначена консервативная терапия, будем наблюдать и лечить в динамике Напомним, что трагический инцидент произошел 15 июля в Итум-Калинском районе Чечни В результате происшествия пострадали 22 человека Еще пятеро погибли Комментируя, случившаяся глава соседней республики сказал, что виновные будут привлечены к ответственности Тем временем Сергей Меликов объявил, что пострадавшие дагестанцы получат материальную помощь В самом высокогорном селе России Куруши открыли новую пожарно-спасательную часть с вертолетной площадкой Отметим, необходимость строительства данного объекта заключалась в том, что аул находится далеко от многих сел А реагировать на ЧП необходимо оперативно В части созданы все необходимые условия для работы и отдыха пожарных и спасателей Закуплена специальная пожарная и спасательная техника Оборудование, личный состав обеспечен фирменной и боевой одеждой Хотим и не хотим происходить через часть ситуации И время прибытия наших ребят с района Ахтынского, Дагуспаринского Мы теряли огромное время, мы теряли человеческие жизни То есть нам было очень дорого, каждый секунд И поэтому было принадлежение и здесь построить пожарную часть За последние годы в этом населенном пункте Дагуспаринского района начали развивать горный и экстремальный туризм Гостей здесь привлекают виды на пике главного Кавказского хребта Шахдак, Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ерыдак Салтинское ущелье, расположенное в Гунипском районе Вошло в топ-10 живописных водопадов России по данным сервиса путешествий Оно является действующим памятником природы регионального значения И одним из самых красивых и загадочных мест в республике Чем подземный водопад привлекает внимание сотни тысяч людей Попыталась узнать и моя коллега Тамара Самедова Ей слово Полумрак, прохлады, журчание воды и необычные изгибы скал Вид, который открывается под землей, описать словами сложно Именно поэтому сюда каждый год приходят сотни тысяч людей, чтобы увидеть эту красоту воочию И это несмотря на то, что путь к водопаду не сказать, что легок Дорога к водопаду это незабываемое приключение Сначала вам придется пробраться вдоль этих ущельей, чтобы выбраться к реке Салтинка Потом по камням пройти вот сюда И вот вы в живописном месте в Салтинском водопаде Водопад образует речка Салтинка Настолько небольшая, что на картах ее трудно найти Увидеть ущелье во всей красе можно в период полноводья Это весной, когда тает снега в горах И летом, после дождей В разгар сезона это место посещает огромное количество туристов Поэтому часто образуются очереди, чтобы подойти к памятнику природы и сделать фото Уже много где были И вот сегодня приехали как раз на Салтинский водопад Я никогда не видела такого под землей Что выдавали сапоги, которые доходят прям до... Ну, высокие, в общем Это очень необычно идти по воде Страшно подскользнуться, но тем не менее они очень устойчивые Ну и, конечно, красоты поражают С ним сравнить вообще никакое место невозможно Другая совершенно энергетика Очень красиво Мощные водопады, очень нравятся А Ольга и Сергей Папша из Новосибирска давно мечтали посетить Дагестан Одной из главных локаций, которые не обязательно хотели посетить Опять же был подземный водопад Для них эта поездка стала воплощением давней мечты А увиденное превзошло все их ожидания Я много мест посещал, но вот такого нет Именно вот такого И чтобы вот так мы шли по воде По горной речечке Вот так идешь Это так здорово Я много мест посещал на самом деле Но такого нет И вот эта вот расщелина, вот эта красота вся И вот этот водопад Это, ну, не описываю Просто очень красиво и здорово Спасибо Это Дагестан вообще чудо Я здесь мечтал побывать И наконец-то мы приехали и забывали Гиды говорят, туристы зачастую находят это место мистически Многие даже сравнивают атмосферу Салтинского ущелья с подземельями моря из Властелина колец Когда я сам впервые сюда пришел с туристами Я был в шоке от этой красоты Здесь такая аура Красота такая, что как будто в фильме Властелине колец И водопад такой В ущелье Такое практически в мире Очень мало таких мест сказочных Загадочных мест И каждый турист, кто сюда приходит Все бывают впечатления В шоке от этого места Популярность Салтинского подземного водопада резко возросла за последние 10 лет Считают краеведы Это место посещали известные люди не только с разных городов России, но и за границей Но для местных жителей долгое время оно оставалось запретным Так как считалось, что здесь обитают духи В старину здесь находились ангелы Бутылай ангелы находились Они вызывали ангелы дождя Поэтому сюда не находили наши предки Вот старина Вот желание Наши вот эти предки Потом студенты, которые экзамен дают в ЕГЭ Которые приходят сюда И делают проповедь Чтобы исполнилось свое желание Это было желание Такое красивое И это не единственная достопримечательность в Дагестане Куда из года в год тянется все больше туристов В список топ-5 привлекательных мест Входят такие локации, как Дзербент Сулакский каньон Бархан-Саракум Гамсутль И Карадахская теснина Тамара Самедова, Шамиль Хирея Сулаев Дауд Гаасанов Новости ННТ Гунипский район Духовный лидер республики встретился с работниками Муфтията Дагестана Мероприятие прошло в доме шейха В ходе беседы говорили о повышении эффективности работы каждого отдела религиозной организации Муфтий дал ценные рекомендации и наставления сотрудникам для улучшения работы Особое внимание было уделено реорганизации отдела фетв и отдела примирения Данное решение по словам духовного лидера призвано улучшить работу с обращениями и запросами жителей В новом отделе ежедневно будут работать представители всех четырех территориальных округов Дагестана под руководством докторов исламских наук В четырех округах первое время четыре представителя будут дежурить Один доктор, вот этот доктор будет ответственен в смене Каждый день по один доктор будет дежурить, а дальше уже каждый день представители не могут Доктора будут менять и соответственно они из своих округов Если достаточно будет одного имама отправить, если необходимость будет, то двоих отправить Дагестанский штангист Исмаил Гаджибеков стал четырехкратным чемпионом России На проходящих соревнованиях в Новосибирске махачкалинец стал лучшим в категории до 55 килограмм Подопечный тренера Гусинхана Закаряева завоевал золотые медали в рывке и толчке По сумме двоеборья он набрал 216 килограмм Еще один дагестанец Асали Абдулгашумов стал третьим в рывке Нашу сборную в Новосибирске представляют пятеро атлетов Итоги чемпионата страны подведут 21 июля Волейболисты ДГУ стали лучшими на Всероссийской летней универсиаде Студенческие соревнования завершились в башкирском городе Салават В споре за золото команда из Дагестана в трех партиях обыграла коллектив Костомского госуниверситета Всего за турнир наши волейболисты одержали победы во всех шести проведенных матчах Это были самые важные события к этому часу Еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале С вами была Ума Ибрагимова До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова